Подарок, который Ева сделала другому человеку. Себя. Подождите, а не... Что за жесть вообще? Ну, Арина, Арина, как ты до такого дошла? Я пойду. Ня-ня-ня. Всем привет, вы в гостях, Ариша, поэтому можете чувствовать себя как дома. И сегодня у нас шоу-свидание вслепую 2.0. И мы пригласили сегодня в гостях у нас самая нежданная и негадная пара российского ютуба! Гэри и Ева Миллер. Всем привет! Почему нежданная? Ну, потому что, ребята, вы самые неожиданные, не кажется, в мире. В этом плане, да. Это да. Я думал, что они ждали нас. Нет, нет. Мы сегодня... Вот это точно. Ребята, опоздали. Вы ждали, мы ждали. Так что сегодня будет потрясающий выпуск, поэтому скорее подписывайтесь на наши каналы. Думаю, обязательно сделайте эту кнопку серой. Обязательно сделайте. А у Евы, между прочим... Зарубите ее! А между прочим, у Евы розовая кнопка, так что переходите на ее канал, тоже жмите. И у Гэри красная. У нас там похожие кнопки. Ну да. Я надеюсь, что сейчас у Гэри на канале серая кнопка, и у вас, потому что мы на него подписаны. Да, и у вас на канале Арина серая. В общем, у всех серая кнопка. Потому что если красная кнопка внизу, но это уж плохо. Это очень плохо, ребята. Это как болезнь. Но розовая тоже, типа. Ну да. Ну да. В общем, друзья, обязательно подписывайтесь и ставьте лайки к этому ролику, чтобы скорее выходил следующий выпуск. Ведь мы в следующем выпуске будем тоже с Евой и Гэри. Вау! В общем, сегодня, сегодня Гэри будет искать Еву среди других девушек. И мы узнаем, насколько он хорошо сможет узнать свою девушку. С учетом того, что когда я ему рассказываю любую историю, он ничего не помнит, и он думает, что у него ничего не помнит. Сто процентов сразу. Сто процентов, я найду тебя вообще. Сто процентов. Какова процентная вероятность? 99,9. Вау! А ты как думаешь? Что? От одного до ста, на сколько? Не, я думаю, что он не умеет. Ноль? Это пять. А какое? Какое? Пусть он сколько выжималку мне купит, он дает. Он говорит, ты заколебешься ее мыть. Все, ребята! Нет, давайте купить сколько выжималку и будет ее мыть месяц. После того, как Гэри сделает. Да! Это круто! Друзья, прямо сейчас в лайв-режиме мы придумали наказание для Гэри, если он не найдет Еву. Гэри просто купит ей соковыжималку, которая... Которая я давно хотела, которая мне отговаривает его покупать, потому что я ее не куплю, потому что ее типа мыть сложно. Вот и он будет ее мыть месяц после покупки. Замечательно. Наказание, прекрасная мотивация, чтобы победить. Так что желаю тебе удачи. Я думаю, может куда-то на месяц выгонять. Ну да! Давайте начинать скорее, потому что это будет очень круто. Так что правила первого тура. Первый этап. Я задаю главному герою пять вопросов о его второй половинке. И задача героя ответить на вопрос так же, как ответила половинка. За каждый правильный ответ участник получает один балл. Вера, ты готов? Я опять переживаю. Это самый сложный тур. Понимаешь, я к тебе прихожу, я сразу начинаю переживать. Это цикл рамы у тебя наиват. Да, мне потом приходится покупать всякие эти... Антидепрессанты? Что там пьют. Что там пьют. Сейчас будет самый сложный тур. Да. Потому что здесь мы проверим, насколько ты хорошо и вот именно знаешь внутренний мир Евы. И насколько ты хорошо ее слушаешь. Я знаю, что ты снимал уже видео с Евой, как она проверяла, насколько ты ее хорошо знаешь. Там были хорошие результаты. Ну, да. Так что я надеюсь на тебя. Да, давай. Что у Евы получается делать лучше всего? Как ты думаешь, как она думает? Как она думает? Да. Танцевать? Танцевать, играть на скрипте Фортекьяна. Лучше всего у меня получается, конечно же, снимать Тик Ток. Ну, лучше всего у меня получается, наверное, танцевать. Какая у нее была любимая детская игрушка? Я пойду. Слоник. Окей, почему? Ну, просто у нее есть на плече слоник Сальвадор. Ааа. Вот, поэтому я думал, может быть... Ну, она не говорила никогда про игрушку слоника. Может быть. Она, наверное, ошибся, но она вообще не говорила ни про какие любимые игрушки. Моя любимая детская игрушка был маленький Мишка, который всегда лежал рядом со мной. Ааа, любимая детская игрушка у меня была лошадь. Я обожала лошади и в детстве. Единорог. Да. А каким был самый лучший подарок, который Ева сделала другому человеку? Очень сложную. Ааа. Игрушки мне? Она тебе дарила игрушки? Ну да, я собираю разные игрушки. Ооо, это так мило. По твоей реакции, а раз так ты слышала, значит, видимо, это не то. Блин. Цветы бабушки, не знаю. Ну, это второй вариант. Что-то бабушке, какие-то типа цветы, плюс какая-то поделка, например, своими руками. Это был торт, который я принесла своей подруге. Потому что она была ему очень рада. Это был ее любимый торт. Наверное, из последних, это то, что я своих лучших друзей сводила в интересное место и подарила им впечатление. Вчера на день рождения Маши, Маша расстроилась, что я не задула свечки, потому что как-то кто-то про это все забыли. И мы с Герой поехали, купили тортик и свечки, чтобы она задула свечки и загадала желание. Наверное, я этого не знаю. Евина, любимое место в Москве? Митрополис. Митрополис. Хорошо. Мое любимое место в Москве, это парк Горького. Я очень люблю там гулять в солнечные дни. Это станция метро Кропоткинская. Мой район, так можно сказать, да? Что бы Ева спасала первым из сгорячего дома? Себя. Отлично, ответ принят. Прикройте собаку, кота и документы. Скорее всего, самое дорогое в прямом смысле, там, начиная от документов, заканчивая какими-то компьютерами и всякими такими вещами. Все свои классные вещи и игрушки, наверное. Ну, там, ноу, стаклатики, прохайте. Косметику, косметику. Замечательно. Самое страшное закончилось. Дальше ты будешь более, как сказать, дальше ты будешь трогать. Короче. Сейчас. Хорошо. В общем, дальше у тебя будет тактильные ощущения, по ним будет определить гораздо проще, поэтому все еще зависит от этого тура. Но я думаю, что ты справился. Так что, друзья, смотрим дальше, закрываем глаза и все, ты будешь в полной темноте в оставшиеся минуты нашего выпуска. Круто. Ребята, вы не поверите, но я снова начала учить английский. На самом деле, я уже очень часто начинаю, но потом мне не хватает либо времени, либо мотивации, либо того и другого. Но попытка номер 101 ввести в постоянное расписание. Я тут решила, чтобы запоминать лучше слова, я буду их записывать после занятия с репетитором на вот такие карточки и повторять их. Обычно тебе кажется, что ты уже их все выучил, но потом через месяц оказывается, что все забыл. Поэтому я планирую регулярно возвращаться к карточкам и повторять их. Сейчас у меня на занятии в Skyeng был топик про семью, и я выписала все новые фразы и слова на эту тему. Nuclear family. Это ближайшие родственники по крови, например, мама, папа, сестра, брат. Или generation, поколение. По идее, у Skyeng есть приложение для разучивания. Но я подумала, что и так постоянно телефон в руках, поэтому лучше выписать и так учить. Мне так больше нравится. Ребята, как вы все знаете, я вам уже рассказывала не раз про учебу в Skyeng. И это не очередной блогерский рекламный отзыв, а я реально периодически учусь у них. Я не знаю, чтобы я делала без онлайн-формата занятий, потому что у меня вообще очень мало времени на то, чтобы ездить в оффлайн-школу. И это безумно удобно, потому что ты можешь в обычной, привычной домашней обстановочке сидеть с кофейком или чайком и общаться с прекрасным, добрым преподавателем. Плюс мне очень нравится, это очень удобно, что все находится под рукой на платформе. Вся грамматика, новые слова. Я вот с того года уже не помню, что мы изучали, поэтому я открываю платформу и вспоминаю. В общем, такой виртуальный учебник. Вы, наверное, спросите, Арина, ну вот ты занимаешься, а что у тебя по результатам? Я скажу так, результата никогда не будет ни в чем, если мы не приложим усилия. Особенно касается тебя, сливка-ленивка. Все же, какой бы классный репетитор у тебя не был, он не выучит за тебя все правила и лексику. Так что, если ты хочешь знать английский язык, все в твоих руках. Поэтому я предлагаю не терять время и обязательно проверить свой уровень английского. В Skyeng, кстати, это еще пока бесплатно, поэтому оставлю ссылку в описании. Плюс, если ты все-таки решишь дальше заниматься, то специально для тебя у меня есть промокод на два урока в подарок, который ты тоже найдешь в описании. Ну, а мы поехали дальше. Смотрите. Дорогие друзья, с этого момента Гера ничего не будет видеть, так что... Очень милая розовая повестка. Она тебе очень к лицу. Да, прям под мою девушку. Как завязывают глаза Арина, это тут честность не поможет, тут ничего не видно вообще. Это да. Хоть честность, хоть нечестность. Так что, друзья, сейчас мы перейдем ко второму туру, так что обязательно смотрите дальше, потому что сейчас будет правило. Второй этап. Главный герой должен дотронуться до одной части тела каждого участника и понять, кто из них его вторая половинка. Выбранный участник получает два балла. Дорогие наши девушки, заходите в студию. На самом деле, мы подобрали таких участниц, тебе будет очень сложно. Поэтому просто полагайся на свое внутреннее я, на свое шестое чувство, потому что сейчас ты будешь трогать стопу каждой участницы. Что? И угадаешь, чья же стопа верная. Что? Я думаю, что ты когда-то трогал стопу Евы. Ты когда-нибудь делал ей массаж? Что за жесть вообще? Кому я пришел на канал? Ты когда-нибудь трогал стопу Евы? Ну, когда-нибудь трогал. Ну, Арина, Арина, как ты до такого дошла? Вот ты же, наверное, маленькая, милая девочка. Ютуб меня портит. Выставляешь мне трогать тут стопы людей. Слушай, ты не видел еще выпуски с Кариной Аракелян, так что если, друзья, если вы не видели, обязательно посмотрите. Нет, ты еще не видел то, что мы сняли вчера. Ууу, там такое вообще было. Ну, ты смотри, вот такая, знаешь, такая маленькая, да... Ударенькая. Делёшь по жести. Да, так что давайте скорее начинать. Первая участница, подходи, пожалуйста. Давай я тебе помогу. Боже, я не трогал. Они чистые, идеальные. Страшно, очень страшно. Это не Ева. Почему? Ну, по ощущениям. Почему? По ощущениям. Почему? Не знаю, ну кажется мне так. А почему? Объясни. Ну, температура тела не та. Не знаю, но мне кажется, что нет. Окей, хорошо. Да, 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 я немножко... Блин, какие-то все похожие. Блин. Девушку смущаешь. Ну, очень сложно. Ну, допустим, ладно. Что? Не знаю пока, я на третью подробную. Блин, капец, это же так сложно на самом деле. Да. Клянем, что у нас все девушки одинаковые родные. У нас у всех девушек одинаковые родные ноги. Да, ты тоже, вы посовываете мне одну и ту же. Ты вырекалываешься? Короче, я понял. Все, я решил, я сделал свой выбор. Ты уверен? Нет, но думаю, да. Ты не хочешь еще раз потрогать? Нет, не хочу. Потому что там одно и то же. Да, в смысле? Одну и ту же ногу. Короче, сейчас какая будет? Сейчас будет вторая. Нет, это вообще другая нога, это большая нога какая-то. Нет, подождите. Что это такое? Нет, это что-то другое. Вы меня обманываете. Нет, я понял. Сейчас прикол был какой-то. Очень сложно, мне некомфортно. Ну, ладно. Короче, все. Что ты решил? Точно, ну, типа. 60% я даю 70% на то, что первая нога была Евина. Хорошо. Первая нога. Да. Хотя ты сказал, что это точно, нет? Ну, ладно, хорошо. Первая нога получает у нас 2 балла, так что удачи тебе. Ну, последнее, это вы что-то там схитрили, честно вам скажу. Последний вариант, что-то там не то было. Согласна. Замечательно. Спасибо тебе огромное, спасибо девушке. Сейчас мы переходим к третьему туру. И совсем близко мы становимся к финалу. И мы узнаем. Узнал ли Ева? Узнал ли Гэри Еву из тысячи? Да, походу нет. Третий этап. Главный герой получает пощечину, а после поцелуй. Среди участников он должен найти свою вторую половинку. Выбранный участник получает 3 балла за каждый тур. Третий раунд, мой самый любимый. Мне кажется, просто каждая девочка готова отомстить. Гэри, за все. Мне? За что мне отомстить? Я очень хороший, добрый. Да, действительно. Ну нет, мы шутим. На самом деле, действительно, это такой самый яркий, мне кажется, тур. Я поздравляю вас, что вы его смотрите. Ну а сейчас девушки меняются у нас в кадре, потому что все должно быть честно. Пожалуйста, поменяйтесь местами. Арина, честно, я тебе потом какое-нибудь шоу жесткое придумаю и тебя позову, вот честно. Ну, хорошо, придумывай, я буду очень рада. Не забывайте подписываться на наш канал, потому что Арина любит издеваться над людьми. Вот. Над вашими любимыми блогерами, между прочим. Да. Прямо сейчас каждая девушка будет подходить и бить тебе пощечину. Ну, так сильно. Ну, почти, может быть, приблизительно. Окей. И потом ты реши для себя, кто была именно Еву. Вот это, кстати, ужасно, потому что, когда глаза открыты... Она тебя когда-нибудь била? Пощечину нет. Понимаете, в чем сложность вообще? То, что когда ты видишь, когда тебе летит пощечина, ты готов к этому морально. А здесь? А здесь твои закрытые глаза, ну, как бы, прилетит, когда прилетит. Для чистоты эксперимента, чтобы Гарри не почувствовал ни один запах девушки, я набрызгаю их своими духами. Ну да, на самом деле запах очень много решает. Ну что, первая участница? Готова? Я слишком напрягся. Очень напряженная ситуация. Ааа, как так? Ты вообще нормальная? Это было очень сильно так-то нормально. Это точно не Ева? Ева меня так не ударила бы. Ну откуда ты? Только не надо, пожалуйста, сильнее там бить. Может быть, она у тебя разозлилась просто. Ладно, хорошо. Ай, камон, блин. Вы что такие злые? Как ты думаешь, кто это был? Не знаю, дайте третий. Как получится. Ай, блин, какие вы жесткие. Что вам так, не так парни сделали, а вообще? В смысле парни? Парень? Нет, нет, я так понимаю, я-то им точно ничего не делал плохого? Ну... На ком вы отыгрываетесь? Это невозможно определить, кто это был. Ну, твоё предположение. Второй вариант. Второй вариант. Хорошо. Второй вариант ты выбрал. Я тебя не поздравляю. Да. Хотя, в принципе, это загладит твою рану на щеке, потому что каждая девушка будет тебя целовать в щечку, куда угодно вообще, куда они захотят. Окей. Так что, девочки, пожалуйста, меняйтесь местами. Уничтоженно. Вперед. Ну, не стесняйся, ладно. Такие все. Окей. Это очень необычно. У меня тут медом намазано, что ли? Все поцеловали меня в одну часть. Все просили, блин, все в разные, все в одну поцеловали. Молодцы, девчонки. Какой вывод ты можешь сделать по этому раунду? Вывод следующий. Очень сложно. Это практически невозможно. Я даю ответ. Давай. Первая девочка была Ева. Хорошо. Это твой ответ. Я тебя... Не знаю, поздравляю или нет, потому что мы приближаемся к финалу. Совсем скоро ты узнаешь. Да. Угадал ли ты Еву из трех девушек? Походу, нет. Прости, пожалуйста, Евы. Я, честно, старался. Это очень сложно. Посмотрим, как ты будешь угадывать меня, потому что это нереально. Ребята, давайте наберем 53 лайка, тогда... Без тысячи, просто 53, да? Да. Да, давайте. Ну, в принципе, 100 просмотров наберет, получается 53. 53 лайка, пожалуйста, поставьте, чтобы вышел следующий выпуск, где Ева будет угадывать Гэри из других парней. Окей. Ну, а сейчас я предлагаю пойти на финал. Да, пошли. Какие у тебя эмоции? У меня вообще... Я просто в шоке. Я не думал, что это настолько сложно. Ну, то есть это практически невозможно. Очень похожие ноги, очень похожие поцелуи, очень похожие пощечные. То есть, ну, это... Блин, я не знаю, как это вообще можно отгонять. Гэри, конечно, не зря ты выбрал футболку с апельсинами сегодня, потому что чувствую, ты их скоро будешь мыть и выжимать. Ну, хорошо. Ох, как хорошо. Тогда финал, смотрим. Ну что, как ты думаешь, какова вероятность того, что ты угадал? Ну, где-то угадал, может быть, где-то нет. Поэтому я думаю, что все-таки там Ева. Там Ева? Думаю, да. Сейчас мы это и узнаем. Я тебе развязываю повязку. Наконец-то ты будешь увидеть. Я не открываю пока голову, да? Не открывай. Пока не открывай, мне просто не клюнуть. У меня чекут слезы. Ну что, готов? Что-то не понимаю. Что, можно потрогать? Да. Блин, я не понимаю. Я знаю. Я покупаю сокожмалку. Да, сокожмалку все. Я покупаю сокожмалку. Блин, прости, пожалуйста, Евочка. Нет, все. Прости, пожалуйста. Нет. Я не знаю, как это получилось. У вас... Ой, все-таки говорят, слушай, я не слышу. Нет, это правда. Это жесть. Я в шоке вообще. А, не парься. Секлажимай, что мне будет. Ну, сейчас посмотрим в следующем выпуске, как Евочка отгадает меня. Мы спорили в этом выпуске. Да, а в другом поспорим на что-то другое. Слушай, ну вы реально похожи. Смотрите, волосы такой же длины. Это реально было очень сложно, поэтому мы благодарим вас, ребята, за участие. Спасибо тебе большое за участие. Ты очень похожа на Еви с закрытыми глазами, видимо. Спасибо вам огромное за просмотр, друзья. Но вы обязательно смотрите... Ребята, это просто... Честно. Я почему-то была уверена, что ты угадаешь. Я даже не знаю, как это простить, конечно. Это так... Да, и вы простите, подписчики. Я знаю Еву очень хорошо, но... Ты меня вообще не знаешь. Нет, это просто очень сложно. Попробуйте дома, я не знаю, проверьте. Это настолько сложно. Но, может быть, когда вы смотрите с экранов, кажется вам, что это, типа, йоу, так легко. Но это просто на ощупь не вариант вообще. Это мотивация для того, чтобы вы узнавали друг друга больше и больше с каждым днем. Надеюсь, Герина научится слушать. Да, Еву будет больше рассказывать. Но мы узнаем, насколько хорошо Еву справится в следующем выпуске. Поэтому обязательно смотрите, ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы. Подписывайтесь на наши инстаграмы. Между прочим, она свободна. Напишите имя. Вот, обязательно. И спасибо вам огромное за то, что вы есть. Я вас люблю. Всем пока-пока! Пока-пока! Еф, а тебе я посоветую... Я себя лучше посоветую. Я хочу какой-нибудь интересный подарок тоже выбрать себе. Потому что я уверен, что ты не отгадаешь. Хорошо, посмотрим. Может, вы отгадаетесь. Но вы смотрите в следующем выпуске и подписывайтесь на канал Арины. Не пропустите. Нет, 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 беда, беда. Нет, я знаю, что Гера меня так долго держать не может, поэтому, скорее всего, его очень тяжело. Спустите. Нет, это не Гера. Почему? Мы слишком как будто накачаны. И как будто первый тоже слишком накачанный. Вау. Как робко. Ну ладно.